Глубоко уважаемая Елена Викторовна, Борис Сергеевич, коллеги. Гематологические осложнения, системная терапия, таргетная, иммунная терапия, химиотерапия. Важная проблема в лечении онкологических больных. По большому счёту невозможно работать. Вмешивается процесс, не позволяет назначать адекватные дозы препаратов и выдерживать сроки между курсами терапии. Основные источники, на которые мы опираемся при лечении этих пациентов, это клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по анемии при злокачественных новообразованиях, железодефицитной анемии, дефицитов фолиевой кислоты, витамина В12 и также рекомендации национальной онкологической сети. Основные проблемы, которые возникают во время системной терапии, это изменение состава крови в виде цитопений. Это анемия, тромбоцитопения, лейка, нейтропения. Анемия – это снижение концентрации гемоглобина ниже 110 граммов на литр. Хочу обратить внимание, что не всегда удаётся отделить анемию, которая возникла вследствие заболевания, от анемии, которая возникла в результате воздействия препаратов. Потому что, как правило, анемия в злокачественных новообразованиях может быть как проявлением опухоли, так и осложнением проводимого лечения, а также может быть вызвано другими причинами. Хочу проиллюстрировать следующим образом это. Анемия как влияние опухоли, она может быть связана как с результатом взаимодействия организма с опухолью в виде продукции большого количества провоспалительных тетокинов, которые сами по себе могут снижать продолжительность жизни эритроцитов, ингибировать процесс создания новых эритроцитов, снижать продукцию эритропоэтина, а также нарушать метаболизм железа в виде повышенной продукции гипсидина и нарушать реутилизацию железа из клеток макрофагальной системы. Результатом химиотерапии анемия, как правило, вследствие того, что подавляется пролиферация эритроидных предшественников в костном мозге, также опосредованное влияние на продукцию эритропоэтина может быть на фоне приема этих препаратов. Другие причины анемии при злокачественных новообразованиях это различные дефицитные состояния, кровотечение, гемолиз, как аутоиммунный, так и микроангиопатический, снижение плацдарма кроветворения в виде поражения костного мозга метастазами опухоли, нарушением функций почек и другими сопутствующими заболеваниями. Анемия разделяют на степени тяжести. Нас интересует больше анемия тяжелой степени, когда требуются в том числе ургентные воздействия. Я хотел бы обратить внимание на то, чтобы вот то, с чего начал, что анемию не всегда удается отделить, откуда она взялась, то очень важным моментом, особенно если пациент направляется к гематологу для консультации по поводу, откуда, по причинах анемии. Это знать, что было до болезни. То есть анамнезы, есть ли анализы крови, которые были сделаны до лечения, до заболевания, ну это идеально, конечно, было бы. А здесь представлены исследования, которые крайне желательно сделать до начала лечения анемии. Это общий анализ крови, изучение обмена железа, определение концентрации витамина В12, фолиевой кислоты, тесты для исключения аутоиммунного гемолиза, исследование концентрации эндогенного эритропоэтина. Здесь представлено то, как рекомендуется устранять дефицит железа у онкологических больных. Сразу хочу сказать, что это важно, в идеале это сделать до лечения, чтобы потом не заниматься коррекцией анемии, которая присоединится и цитостатическое воздействие, и таргетных препаратов. Здесь представлено, значит, по категориям, что есть абсолютный дефицит железа, и там препараты рекомендуются как внутрь, так и внутривенно. Функциональный дефицит железа, обратите внимание, на разброс ферритина от 30 до 500. Там предлагается для лечения препараты железа только внутривенно, вкупе с препаратами эритропоэтина. Уровень ферритина 500-800 – это возможный дефицит железа, и внутривенная терапия препаратами железа, она для отдельных пациентов. Дефицита железа нет, ферритин выше 800. Препараты железа не показаны. Здесь представлено, как назначать препараты железа, что расчет не на глазок. Рассчитывается доза препарата, учитывая общий дефицит железа в организме. Устранение дефицитов, если таковые выявились, дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты. Назначаются соответствующие препараты для устранения этих дефицитов. В случае, если анемия тяжелой степени или анемия средней степени тяжести, но с сопутствующими заболеваниями в виде заболевания сердца, легких, или с признаками анемической гипоксии, тогда ставится вопрос о трансфузиях донорских эритроцитов. Есть особенность, что этот эффект трансфузии донорских эритроцитов, он быстрый, но кратковременный. Также, как правило, требуют госпитализации. Ну, в наших реалиях так точно. Но, возможно, острые отдаленные реакции осложнения, которые ограничивают применение этого метода, как постоянной коррекции. Применение препаратов эритропоэтина ограничено тем, что в основном они рекомендуются пациентам, которые получают палиативную медицинскую помощь. И нет прямых рекомендаций для использования эритропоэтина пациентам, которые получают куративную терапию, то есть направленную на излечение опухоли. Ну и не всем пациентам, которые не получают терапию, с аномией, тоже может быть этот эритропоэтин использован. Ограничения основные, что препараты эритропоэтина, эффект наступает через 3-4 недели, повышается риск тромбозов. Есть сопутствующие заболевания, которые могут ограничивать их применение. Но препараты эритропоэтина позволяют снизить зависимость от трансфузий и могут использованы быть амбулаторно. В этом их достоинство. Я хотел бы проиллюстрировать, значит, одну клиническую, вернее, рассказать о одной клинической ситуации. Пациентка 42-х лет с раком яичников, с распространенным поражением получала терапию, получала как химиотерапию, так и с 3-го августа получала препарат Олапариб. На фоне приема препарата у нее развилась анемия, гемоглобин 78, и макроцитоз эритроцитов с гиперхромией. Вот эритроцитарные индексы это надежно иллюстрируют. Также была умеренная тромбоцитопения и лейкопения. Лейкопения тоже явно лекарственная, потому что лейкопения в целом, если не смотреть на уровень лейкоцитов, она в норме. Ну и при этом нитропении не было. На фоне отмены препарата на срок около полу... Да, и у этой пациентки не было признаков ни дефицита железа, ни дефицита витамина В12, ни дефицита фолиевой кислоты, а уровень лейкопения был выше 1000. Через неделю-полторы после отмены препарата отмечался самостоятельный рост гемоглобина до 88, тромбоциты стали выше 100, лейкоциты 4, при фактически сохраняющейся прежней лейкоцитарной формулы нитрофилы выше 2. То есть надежно нет нитропении. Здесь я хотел обратить внимание на то, что макроцитарная гиперхромная анемия это не всегда дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты. Механизм развития макроцитоза при применении, ну вот в частности аллопариба, может быть представлен следующим образом, что так как аллопариб это ингибитор ферментов, участвующих в репарации однотеневых разрывов ДНК, он точно так же вмешивается и в работу по созданию нормальных эритроцитов. А макроцитоз при дефиците витамина В12 развивается сходным же образом. Это нарушенный синтез ДНК. При этом, что вот этот макроцитоз гиперхромии, они обратимы. То есть после отмены препарата или уменьшения дозы, они самостоятельно уменьшают, проявление этого макроцитоза снижается или исчезает полностью. Тромбоцитопения. Значимым является снижение количества тромбоцитов ниже 100. Это частое осложнение проводимой системной терапии. Ну и как и в случае с анемией, тромбоцитопения может быть вызвана другими причинами. Это тот же дефицит витамина В12 фолиевой кислоты, это системные вирусные инфекции, иные инфекции, метастатическое поражение костного мозга, потребление тромбоцитов на фоне хронической кровопотери, а также сопутствующие заболевания, в том числе и заболевания крови, при которых тоже может снижаться уровень тромбоцитов. Коррекция тромбоцитопения на фоне системной терапии по большому счету рассматривается вопрос, нуждается ли этот пациент в трансфузиях тромбоцитов. Эмпирически было вычислено уровень тромбоцитов, ниже которого есть большая опасность развития кровотечений. Это меньше пяти. Ну и повышенное, но не обязательно, это двадцать. Но в реалиях проведения системной терапии, если у пациента тромбоциты ниже двадцати, надо решать вопрос о трансфузиях тромбоцитов, потому что наиболее вероятно, они будут снижаться дальше и лучше побеспокоиться об этом заранее. При тромбоцитах выше двадцати и наличие геморрагического синдрома, это также является показанием для трансфузий донорских тромбоцитов. Для купирования тромбоцитопении волшебную таблетку все-таки нашли. То есть есть препараты агониста тромбопоэтиновых рецепторов. В нашей стране они для целей купирования тромбоцитопении у онкологических больных не зарегистрированы. Но, однако, ситуация не стоит на месте. В некоторых зарубежных странах хромепластим, он же инплейт, он рекомендован для использования. У него есть достоинство, значит, эффект наступает на десятый-четырнадцатый день от начала терапии, что тромбоциты уже начинают... То есть появляется уже эффект. Ну, в отличие от ретропоэтина, там, где начинается эффект только на третьей-четвёртой неделе. Далее. Лейкопения, нейтропения. Лейкопения, снижение лейкоцитов ниже трёх с половиной, нейтрофилов ниже полутора тысяч. Для нас очень важен уровень нейтропения для того, в связи с тем, что очень легко возникают инфекционные осложнения в случае развития глубокой нейтропении. Коррекция нейтропении осуществляется с учётом риска развития фибрильной нейтропении. Там учитывается как уровень нейтрофилов, токсичность самого курса химиотерапии. Курсы химиотерапии делятся на группы в зависимости от того, насколько они вызывают милосупрессию. А также учитываются дополнительные факторы риска. Это предшествующая химиотерапия или лучевая терапия. Персистирующая нейтропения, то есть та, которая была до начала лечения. Наличие метастатического поражения костного мозга, сопутствующие болезни в виде почечной, печёночной недостаточности. Наличие открытых ран, плохо заживающих ран. А также возраст старше 65 лет, при котором пациентотерапия используется в полных дозах. Коррекция нейтропении осуществляется препаратами граунстарной колонии стимулирующих факторов. Допустим, филгростим. Расчётная доза 5 микрограммов на килограмм. Подкожно вводят до восстановления нормального количества нейтрофилов. Ну и в заключении я бы хотел сказать коротко о важном. Это вот те вещи, которые встречаются практически ежедневно. И, к сожалению, особо много у пациентов, которые приезжают из регионов. Значит, гемоглобины железа – это не синонимы. Макроцитарная гиперхромная анемия и дефицит витамина В12 – тоже не синонимы. Препараты железа внутримышечно назначать нельзя. В клинических рекомендациях особо подчёркнуто, что это не рекомендовано. Анализы крови на ферритин, витамин В12, фолиевую кислоту, эритропоэтин всегда следует выполнять до назначения соответствующих препаратов. Препараты цианокабаламин и фолиевая кислота, соответственно, витамина В12 и фолиевой кислоты, онкологическим пациентам назначать можно, как выше было упомянуто, что если открыть аннотацию к препарату, ну в частности к цианокабаламину, будет указано, что противопоказания онкологические заболевания не являются. С осторожностью применения при онкологических заболеваниях. Ну и не следует назначать препараты глюкокортикостероидных гормонов, преднизолон, дексаметазон, для нормализации количества лейкоцитов и тромбоцитов после химиотерапии. Соответствующая коррекция, ну, как мы выше описали, используются другие препараты. Спасибо за внимание.